Ну, мои любимые тональности, соль минор, наверное, ми. Почему? Ну, вот так получилось, что любимые мои вещи, которые я пою, вот песни любимых авторов, они вот звучат именно в этих вот тональностях, ну, как вот сейчас вот мне пришло на память, песни, которые я люблю, звучат в этих тональностях. А Назаров, какой-то любимый его тональности? Вы знаете, как ни странно, вот я пою две песни Назарова, музыкант играл на скрипке, и вот песня, которую я буду иметь сегодня удовольствие исполнить на этом концерте, которая называется «А я возьму внезапно за руку тебя», но они звучат не в ми и не в ля, минори, но тем не менее я к ним отношусь с большим пиететом, с удовольствием сегодня исполню. Это вот сегодня будет премьера этой песни звучать, она была написана для кинофильма, который снял режиссер Юнголь Хелькевич, что-то про его, я не помню там название. Хорошо. Музыкант Назаров, расскажите о нем. Как вы встретились, как вы... Первая встреча с Владимиром Назаровым произошла в 88-м году. Это в прошлом веке произошла с ним встреча, и два часа я у него дома музицировал, и у нас произошло вот с того времени, и мы сотрудничаем, и я работал еще, когда наш театр назывался государственным ансамблем фольклорной музыки СССР, а сейчас вот преобразовался в Государственный музыкальный театр национального искусства. Я пел очень... ну, у нас такая произошла такая любовь с первого взгляда, как творческих людей. Что вам больше всего нравилось в том репертуаре и в этом? Ну, вот из нынешнего репертуара, то, что я играю в спектакле, один из спектаклей, в котором я играю, это музыкант, скрипач на крыше, я играю роль Минахим Мендла. Это одна из моих любимых ролей. В той программе, которая называлась «Между нами, братьями говоря», я затрудняюсь сказать, вот здесь мне легко уговориться на это дело, а вот тогда это были вещи такие... я не знаю, какая это... я там пел и цыганскую музыку, и армянскую музыку, я пел песню центрально-азиатского региона, испанскую музыку, и все я одинаково, это было близко мне. Я родился в регионе, который я называю Вавилоном, я родился в Ташкенте, где проживало очень много людей, я органично впитывал культуру разных народов. Были комбактные проживания курдов, эмигрантов, греков, разных людей, и это был такой многоголосый... такой Вавилон многоголосый. Я органично впитывал этому. Я вот не ставил себе задачу учиться этому. Мне это нравилось, я любил, я просто жил в этом пространстве органично. И как в Москве оказались? Вот, мне захотелось развиваться, и я знал, что воплощение тому, о чем я мечтаю, может возникнуть только в Москве. И вот одним из первых людей, с кем я познакомился, и с кем произошло вот такое вот долгое сотрудничество, это Владимир Назаров. И я счастлив, что так произошло. А если бы не было этой встречи, какая была у вас жизнь была бы? В жизни есть много, но как бы оно могло быть? Иногда мне кажется, что... Вот сейчас мне кажется, что произошло бы именно так. Иногда происходит так, что могло быть хуже, иногда кажется, что... Ну, это такая философская категория. Как вы сами определили свой голос? Почему-то, так сказать, вот так вот поете и не так. Как вы нашли свой голос? Вот о своем голосе скажите немножко. Когда вы первый раз почувствовали, что вы можете петь на зрителя, что это называется тенор или ультра-тенор, или драматич? Вы знаете, вот я начал петь очень рано для гостей, которые приходили к нам домой. У нас были, ну, обычно на юге большие-большие такие многочисленные застолья. И вот первым таким сражением со зрителем произошло, если я не со зрителем, произошло именно в раннем возрасте. Сначала это было боязливое такое, а потом я... Мне это стало очень нравиться. Я такой вот поймал такое состояние куража какого-то. Я чувствую, что это нравилось. А потом я уже начал воспринимать свой голос как инструмент в окружающем пространстве. Я уже начинал... Ну, наверное, Бог дал слух, какие-то способности, какие-то возможности для выражения. Я прислушивался к звукам, и происходил такой отбор. Ну, мне нравились голоса такие... Я не могу сказать, что мне нравились высокие или мне нравились красивые голоса, богатые в абертоновом плане, чтобы это были сочные, сильные голоса. И главное, это не должна быть оторванность от сердца. Вот бывают певцы или музыканты, к сожалению, это происходит... Женя, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! И который, к сожалению, это происходит даже в среде музыкантской, исполняется какое-то произведение, и оно не трогает, потому что это оторвано от сердца. Не подключено оно совершенно. Это или есть, или этого нет. Или этому надо учить. Но тогда это получается какой-то средний исполнитель, обученный ремесленник. В театре много таких исполнителей, которые поют от сердца? Достаточно. А есть и нет? Ну, у нас много людей, молодых актеров. Всем нам. Я до сих пор учусь, продолжаю учиться. У меня есть свои какие-то образцы, к которым я стремлюсь. В музыке, в жизни. Мне кажется, что им есть еще, так сказать, есть куда идти, чему учиться. Всего сразу не бывает. Это театр. Сцена и зритель, они... Зрителя не обманешь, я только сейчас стал понимать. Вот почему там, почему это зрителя не обманешь. Несмотря на то, что вот идет какой-то поток информации, как сейчас много пишут, не той во вкусовом отношении, по уровню культуры. Но я убедился, что для хорошей, для любой, для музыки, везде, в частности в Москве, есть свой зритель. Он есть. Просто нужно быть готовым, готовым выйти и спеть. Нужно быть в форме. Нужно быть готовым к этому. Держать себя в форме. Ну форма это такое, держать в форме, это как у спортсменов. Нужно внутренне тоже быть в форме. Духовно быть в форме. Тратиться. Работать. Работа должна быть над собой. Я вижу очень много молодых исполнителей, которым нравится только блеск. Ну немножко грустно.